Добрый день! Я благодарю комитет за приглашение выступить мне на вашей конференции. Название доклада вы видите на слайде. Наверное, вы все знаете, в чем заключается традиционный метод молекулярной динамики. Это один из наиболее часто использованных методов для моделирования какого-то потомного движения. Но с методом молекулярной динамики есть проблема. Она часто очень плохо воспроизводит температурные зависимости, например, если мы делаем МПТ моделирование, то очень часто у нас расширение не соответствует реальному. Почему это может быть так? Одна из причин это использование традиционной формулы, пришедшей еще из молекулярно-кинетической теории, которая связывает температуру со средней кинетической энергии атомов. И все традиционные алгоритмы, которые используются сейчас во всех программных пакетах, основаны на том, что программы корректируют скорость атомов тем или иным способом. Это либо наибное масштабирование, либо имитация каких-то сводорений с частицами термостата. Но так или иначе скорости подгоняются под целевую температуру, которая следует из МКТ. Но вообще это уравнение выведено для идеальных газов и применять его к произвольным системам кажется не совсем справедливым. К тому же, если, например, мы считаем температуру пропорциональной средней кинетической энергии, то теплоту вроде логично отождествлять с кинетической энергией. Между ними должна быть теплоемкости в этом случае должны быть постоянными, но это выполняется только для очень узкого веществ. Кроме того, газы и твердые тела, например, они могут быть в равновесии, то есть при одной и той же температуре. Но с точки зрения общих представлений кажется, что скорости там серьезно отличаются. Кроме того, даже если у нас вещество находится при температуре фазового перехода, то мы когда сообщаем системе энергию, мы вроде как должны увеличивать скорость частиц, но температура при этом не растет. И отсюда всего следует, что температура это нечто иное, чем средне-техническая энергия атомов. Что же такое на самом деле температура? С этим определяем 5 сложностей, поскольку почти все температуры зависимые свойства. Они зависят также от природы вещества. Теплоемкость, температура фазового перехода, плотность, коэффициент термического расширения и так далее. Все это зависит не только от температуры, это еще зависит от природы вещества, от давления и от многих других факторов. Однако среди всех этих характеристик есть такое явление, как излучение абсолютно черного тела. Если тело ничего не отражает, а светится только собственным светом, то распределение потонов по частотам или по длинам бомб, оно определяется за формулой Планта. Ну и поскольку тело состоит из атомов, то логично предположить, что светятся именно атомы. Тогда идея термостатирования будет заключаться в следующем. Пускай атомы поглощают и излучают фотоны, а их скорости будут корректироваться согласно закону сохранения импульса. Вот здесь мы записали закон сохранения импульса. Ну плюс-минус это значит что-либо поглощение, либо излучение. Импульс фотона мы можем взять из распределения, случайным образом из распределения Планта. И тогда поправка к скорости будет иметь следующий вид. Однако, если мы посмотрим на квадрат скорости, то у него появляется слагаемое, которое содержит косинус угла между направлением поглощенного или излученного фотона и скоростью начальной атома. Если мы вспомним, что косинус может принимать значение от минус одного до одного, а в среднем давать ноль, то получается, что мы систему таким образом, если будем делать, будем накачивать кинетическую энергию. То есть скорости будут все время расти, кинетическая энергия будет расти, и все это действительно, если это все запрограммировать, это и наблюдается в реальности. Кинетическая энергия – это все отвинение. Чтобы этого избежать, мы наложили ограничения на излучение. Пускай у нас входящие фотоны падают под любым углом, а исходящие падают так, чтобы их косинус удовлетворял, вернее, средняя величина косинуса удовлетворяла, вот этому выражению. Это выражение еще интересно тем, что здесь наблюдается взаимосвязь между энергией фотона, направлением излучения и скоростью частицы, ну атом. Далее, что мы должны также посмотреть на сохранение энергии. Если мы допустим, что вся энергия фотона перейдет в кинетическую энергию атома и попробуем решить вот это вот уравнение совместно с законом сохранения импульса, мы получим нефизичные результаты. Это объясняется тем, что при одном порядке энергии, например, импульсы фотона и атома, они отличаются там пять-четыре порядка. Для того, чтобы как-то решить эту проблему, введем дополнительный вид энергии у атома, назовем ее тепловой энергией, обозначим в данном случае пока уравнение. Тогда закон сохранения энергии запишется в следующем виде. И мы можем как бы избыток вот этой вот энергии фотона не только в кинетическую энергию поместить, но и вот в эту новую введенную переменную. Далее перейдем к энергии излучаемых фотонов. То есть на входе мы взяли входящее излучение, не определяется законом планка, а фотоны какой энергии излучать частицам. Ну и здесь мы рассмотрим для простоты монохроматические приближения. И пускай, что у нас энергия фотонов дается не распределением планка, а будет просто постоянной и зависит от температуры. То есть температуру можно определить как состояние в числа, когда излучаются фотоны энергии. И вот гамма Т, где гамма – это некий постоянный коэффициент. Далее вспомним также, что существует такая личина, как энтальпия. И что мы точно знаем, какая личина энтальпии требуется для нагревания вещества от нуля келленов до желаемой температуры. Для идеальных газов племкость изобарная является вечно постоянной, и энтальпия является тоже вечно в пропорциональной температуре. Отсюда можно исключить температуру и определить энергию фотона как функцию вот этой вот энтальпии, запасенной веществе. Ну, я использовал энтальпию для идеального газа и закон смещения ВИНа, чтобы получить коэффициент вот этот вот. Но он у меня получился в районе 0,9. И дальше мы ассоциируем вот эту энтальпию с той тепловой энергией, которую ввели вот на предыдущем слайде. В результате у нас получилась такая вот схема термостатирования. На первой стадии у нас атом подвращает виртуальный фотон, его энергия берется из распределения планка, а она продавление случайно. При этом скорость частицы корректируется по закону сохранения импульса, и оно приобретает какую-то вот свою добавочную энергию. На второй стадии у нас происходит излучение. Энергия фотона равняется 0,9h. Направление излучения определяется формулой. Ну, вернее, вот эта формула дает середину интервала, а его граница это минус один с одной стороны, с другой стороны так, чтобы он из равномерного интервала выбирался таким образом, чтобы к среднему давать вот эту вот величину. Ну и помним, что у нас пространство трехмерное, поэтому вектор под углом данного вектору целый конус, ну и вот выбирается случайно направление вращения этого конуса. Далее, опять же, закон сохранения импульса вычисляет самовая скорость и попавляется обратно к энтальпе. Все это было запрограммировано с использованием языка CUDA, то есть для расчета на графических процессоров. Использован генератор случайных чисел специальный, потому что там для CUDA генератор случайных чисел – это отдельная тема. Ну и использован для вычислений обычный персональный компьютер вот такой вот видеокарты. В результате были смоделированы системы из 40 тысяч атомов Аргона, взаимодействующих по классическому ульянар-джону парного потенциала вот из этой работы, и были проведены эксперименты на миллионе шагов. Ну и вот результаты у нас появились, получились довольно интересными. Здесь мы видим эволюцию кинетической энергии системы от времени, и мы видим, что, независимо от начальной состояния, кинетическая энергия со временем выходит на некоторую постоянную величину, ну, если с кем-то осцилляциями, с какими-то инфлутациями, но, тем не менее, они стремятся к одной величине, и эта величина, она зависит от температуры. То есть у нас термостат может как разгонять, так замедлять скорости, так, чтобы они соответствовали какой-то температуре. И далее, что было неожиданно и очень интересно, то, что получающееся распределение скоростей, оно по форме соответствовало распределению Максвелла. То есть это такой результат, который был неожиданным и в то же время довольно вдохновляющим. Ну, и в целом у меня такое пока заключение, что предложение позволяет, ну, сделано таким образом, что температура определяет скорость атомов, а не наоборот. Воспроизводится хаотический характер теплового движения. Получающееся распределение скоростей выглядит похожим на распределение Максвелла. Сложность алгоритма, порядка числа частиц, как и любого другого термостата. Также можно, заменив вот этот коэффициент 0.9 на какой-нибудь другой, учесть индивидуальные свойства вещества. Что мне пока не удалось, это воспроизвести давление, которое должно соответствовать указанной температуре. Ну, и некоторые вот используемые допущения, они выведены чисто математически и не имеют физического обоснования, к сожалению, пока. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. И я должен поблагодарить Российский фонд фундаментальных следований за нашу поддержку.